Всем большой привет! Спасибо, что вы зашли на мой канал и смотрите это видео. Сегодня у меня немного нестандартные видео для моего канала. Я хочу снять несколько видео на тему детей, родов, еще там что-то такое. В общем, все, что вас заинтересует, на все темы для вас сниму видео. Сегодня я хотела бы снять видео на тему сумка в роддом. Что у меня было в моей сумке в роддом, что мне действительно понадобилось, что бы я рекомендовала вам добавить. В принципе, я была в роддоме в 2009-2011 годах, и мне кажется, уже прошло 3 года, мне кажется, я так давно там не была. Я, в принципе, не против, была бы снова там побывать, но пока такие обстоятельства, что пока никак, к сожалению. Вот, так, у меня, в принципе, достаточно стандартный был набор сумки в роддом. Сейчас по порядку мы по нему пройдемся. Еще что хотела я сказать, что готовить сумку в роддом я вам советую не сразу же, как только вы вступили на учет в свою консультацию женскую, но, в принципе, где-то с 7 месяцев, наверное, с 30, может быть, недель, где-то вот так, 30-32 недели, я думаю, с этого времени стоит уже готовить сумочку в роддом. Я начала готовить свою сумку примерно, когда я вышла в декрет. В декрет я вышла в феврале, с начала февраля 2009 года, допустим, первый раз, и начала в это время где-то собирать, а в роддом я уехала 4 апреля, то есть за 2 месяца как раз у меня получилось. Что же было в моей сумке? В принципе, все достаточно стандартно. Для мамы то, что было. Туалетная бумага, так, мыло, ну, как мыло. Да, я что-то вообще запуталась. Что было для мамы-то, помимо туалетной бумаги, что? Туалетная бумага, сорочка, халат, полотенце банные. Что там еще-то было, не знаю, все, наверное. А, чашка-ложка, ну, это понятно. Вот давайте разберем, значит. Ну, конечно, понятно, что мыло, то мыло, туалетная бумага, да, это обязательно нужно. Причем мыло обязательно в роддом требует детское, жидкое, жидкое детское мыло. В 2009 году почему-то мне была проблема найти, и я брала с собой абсолют. А в 2011, в принципе, уже везде, вот я видела уже у всех магазинов, что ушастый нянь там выпускает даже какой-то специальный, еще там другие есть специальные детские жидкие мыло. Мыло. Вот. Так, для мамы, если для мамы, то ночная сорочка, в принципе, да, но в роддомах выдают свою ночную сорочку. Я что-то, когда первый раз поехала, я была просто еще не в курсе, сразу же переодела свою ночную рубашечку, и сразу же ее, естественно, испачкала в процессе родов. И потом мне уже выдали государственную, так сказать. Та, что была в роддоме, они, конечно, были такие большие, не знаю, одного, наверное, размера, 50-го на всех, с огромным вырезом, чтобы было, наверное, удобно кормить ребенка, и такие с достаточно грубой тканью. Я бы вам посоветовала. Ну, конечно, вы можете взять с собой ночную сорочку свою, можете не брать. Лучше, конечно, взять, я думаю, все-таки. Ну, не сразу ее надевайте. И халат. Можно, кстати, не халат брать, а какую-нибудь там домашнюю одежду, в которой вам было бы удобно ходить. То есть, может быть, это, в принципе, какой-то спортивный костюм, если вы будете чувствовать там себя в нем удобно, если вы будете там, да, рассчитывайте на то, что роды, может быть, да, не очень легкими окажутся, но вам надо будет там штаны, да, снимать, надевать, шорты или еще там у вас будут капли какие-то, брюки. И все-таки поэтому, наверное, халат удобнее. Я помню, что в палатах мы обходились вообще без халатов, только в сорочках своих ходили, а когда шли куда-то на покушать или на процедуры, то надевали обязательно халат. Во второй раз я умудрилась взять с собой атласный халатик, что было тоже очень удобно, потому что я не рассчитала, что у меня быстро придет молоко. И бюстгальтера у меня с собой не было, так как он остался там где-то в раздевалке, и туда было почему-то не сходить. И у меня он такой весь был в разливах, в разводах, потом этот халатик. К концу к выписке, к моей уже такой весь потекший. Вот, так что берите халатик лучше поплотнее, из более натуральной хлопчатобумажной какой-нибудь ткани, или знаете, такие махровенькие бывают, типа велюр или как-то так называется. Или флисовые какие-нибудь такие халатики. В роддомах, кстати, в основном тепло. Угу, в палатах тепло. Не знаю, если нонсенс у вас какой-нибудь попадется, то будет холодно. Вот. Я бы советовала взять вам с собой еще плюсом. Вот бюстгальтер для кормления и прокладки для груди. Не знаю, может быть, сейчас это уже пишут там в списке в роддом, но возьмите с собой, потому что свой бюстгальтер, в котором вы приехали, вы, скорее всего, оставите там, где разденетесь полностью, когда передо всем, передо этим. Я даже не помню, когда я раздевалась второй раз. Первый раз так отлично помню. Да, а второй раз, ну, наверное, так же я точно так же, наверное, разделась и все. В общем, да, я советую вам взять с собой бюстгальтер и прокладки для груди. Молоко, конечно, если вы едете в первый раз, то появится не сразу, а только на третий день. Но вам все равно будет комфортнее с бюстгальтером, потому что нежная кожа ваших сысочков, которые у вас изрядно ваш маленький младенчик, ваш новорожденный потери бит, лучше будет там, пусть зачем-то за более плотным, и вы не будете шаркать, просто ночной сорочкой, еще по ним дополнительно, как бы создавая еще что-то там, какую-то травму нанося. Вот. Вот это я бы взяла с собой дополнительно. Дальше, что у меня идут? Бумажные полотенца, зачем-то, не знаю, зачем-то вписаны бумажные полотенца. В первый раз у меня их сразу забрала акушерка, во второй раз у меня вообще не потребовали эти бумажные полотенца. Ну, возьмите на всякий случай, может быть, они вам будут нужны. Так, подгузники для ребенка, да. Для ребенка теперь перейдем. Всегда советуют брать с собой одну шапочку и две пары носочков, и все. Больше ничего типа для ребенка не нужно будет на время его нахождения в роддоме. Но, смотрите, да, шапочка, допустим, вы возьмете одну, носочков две пары, но у меня, к примеру, получилось так, что у меня эти две пары сразу же испачкались, он сразу же у меня обкакал, все носки. Хорошо, что шапочку не обкакал. Как-то странно, да, но маленький ребенок, в принципе, он может все, все сразу же уделать вам. Возьмите с собой хозяйственное мыло. Конечно, типа того, что не разрешается стирать в роддоме, но носочки в раковине тут же в палате вы можете застернуть, положить на батарею, они у вас высохнут, и можно будет снова их надеть на ребенка, ничего страшного в этом нет. Не обязательно их кладить еще. Можно просто хозяйственным мылом постирать и надеть снова. Или возьмите с собой просто 10 пар носочков. Можно, конечно же, взять с собой ползунки, можно взять с собой распашонку, если хотите вы распашонку надевать. Ну, там практикуется, что в роддомах, естественно, что вы будете в пеленке. Ну, не знаю, как там, в других городах, в больших Москве, в Санкт-Петербурге, но у нас вот в Вологде так так, как практикуется до сих пор, что в пеленке вы будете заворачивать ребеночка своего, и он там у вас будет счастливый лежать. Конечно же, можно брать с собой подгузников побольше, самый маленький размерчик на новорожденных, но постоянно, думаю, не стоит держать маленького ребенка, да, сразу в подгузнике, тем более у него на пупочке вот эта штучка, клипсочка, зажимчик будет висеть, чтобы его не травмировать, потому что застежка, как раз получается, на этом месте. Постоянно не надо в подгузнике его там держать, но на ночь, допустим, чтобы ребенок меньше ворочался, да, он описывается, он проснет, что от того, что он мокрый, разбудит вас. На ночь можно, в принципе, одеть ему подгузник, или там, в общем, может быть, вы как-то подловите то время, когда он будет именно спать, не ночью, а днем. Дорогое-то надо вырезать. Вот. И надеть на него подгузник на какое-то время, не на постоянное, но на какое-то время, там можно. Возьмите подгузников не один-два, а побольше, не только на выписку, но и на все пять дней. Так. Что еще там у меня было, я даже, честно говоря, не помню, но чашка-ложка, да, полтора литра воды я брала в первый и во второй раз, по-моему, да, честно говоря, во второй раз я, по-моему, ничего не пила, ничего не успела даже выпить, у меня все быстро очень прошло, а в первый раз я пила, да, где-то, наверное, половину этой бутылки большой я выпила. Если, конечно, вы там с мужем, он сможет вам что-то дать, поднести, рожаете вместе, но если вы одни, то реально вот полтора литра воды рядом с собой всегда ставить, рядом с собой ложить, чтобы хотя бы пить можно было постоянно, потому что эти восемь часов, может быть, вам там, да, ничего не удастся, другого ничего не взять, ну, точно не удастся, точно вам говорю, ничего не удастся, полтора литра воды имейте с собой, пожалуйста. Вот, кажется, я рассказала обо всем, что точно мне было так вот знакомо, все, что я хотела сказать, я, кажется, вам рассказала. Спасибо большое за внимание, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-то запросы, вопросы по этим темам, дети, роддом, там, роды, беременность, то спрашивайте, я сниму еще другие видео на эту тему, и надеюсь, что была полезной для вас. Спасибо большое за внимание, пока-пока, до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.